Мы видим последние новости. В мир пришла беда. Странные вспышки бешенства поразили 12 стран и уже добрались до западного побережья США. Ходят слухи, что это какой-то неизвестный вирус. Бывший следователь ООН Джерри Лейн еще об этом не знает. Он проводит утро с женой и дочерями. Семью заботят не выпуски новостей, а сборы в школу. Главное, не забыть ингалятор для одной из дочек. Увы, поездка идет не по плану. Семья попадает в пробку, мимо проезжают наряды полиции. То и дело пролетают вертолеты. Неподалеку в здании случается взрыв и начинается паника. Люди выскакивают из машин и бегут между ними. Какой-то грузовик несется, не разбирая дороги, сметая на своем пути и машины, и людей. Джерри пристраивается за этим грузовиком и ему удается выехать из пробки. На этом его везение заканчивается. Машина попадает в аварию и разбивается. Люди мечутся вокруг и выглядят как сумасшедшие. Джерри видит, как человека кусает один из таких сумасшедших. Пострадавший падает и корчится, но спустя 12 секунд он вскакивает и открывает глаза. Ничего человеческого в этих глазах уже не осталось. Отбиваясь от сумасшедших, Джерри усаживает семью в чужой фургон. Им удается покинуть город. Только в пути родители замечают, что ингалятор дочери остался в брошенной машине. Тем временем над городом пролетает заместитель генерального секретаря ООН Тьерри Умутони. Из вертолета он видит, что Филадельфия пылает. Тьерри звонит своему бывшему подчиненному Джерри Лейну. Он сообщает, что тот должен вернуться на службу. Его вместе с семьей эвакуируют из ближайшего города. Дожидаясь эвакуации, Джерри ищет аптеку. Люди словно сошли с ума. Все угрожают друг другу оружием и занимаются мародерством. Но даже в этом аду есть те, кто остался человеком. Убедившись, что Джерри не грабитель, парень-фармацевт помогает ему найти ингалятор для дочери. Тьерри Умутони сообщает, что Джерри должен добраться на окраину города и подняться на крышу. Оттуда его эвакуируют. Провираясь по улицам, мужчина замечает, как толпы зомби бросаются на людей. Но только не на пьяного бездомного старика. Монстры его словно не видят. Добравшись до нужного здания, Джерри едва отбивается от зомби. В последний момент ему помогают. Простые латиноамериканские эмигранты пускают незнакомцев в свою квартиру, дают им еду и убежище. Сын пары Томас успокаивает дочерей Джерри. Мужчина умоляет семью уйти вместе с ним. Он говорит, что движение – это жизнь, только так они могут спастись. Но пара боится покинуть квартиру. Джерри забирает свою семью и оставляет чужое жилье. Родители Томаса запирают дверь, в нее тут же начинают ломиться зомби. Почти добравшись до крыши, Джерри попадает в лапы монстров. Его жизнь вот-вот оборвется, как вдруг его спасает юный Томас. Мальчик один. Нетрудно догадаться, какая судьба постигла его родителей. Джерри добирается до крыши. Там он застывает на краю, готовый спрыгнуть вниз и отсчитывает 12 секунд. Дело в том, что во время драки кровь монстров попала ему в рот. Но 12 секунд проходят, а Джерри так и не превращается в зомби. Он делает вывод, что вирус передается только через укус. Прибывает вертолет. Отстреливаясь от монстров, солдаты эвакуируют Джерри, его жену, дочерей и малыша Томаса. Их отвозят на авианосец посреди океана. Там Джерри встречается с Тьери у Мутони. Он расспрашивает старого друга, неужели болезнь поразила весь мир? Похоже, что да. Америка уже осталась без президента и правительства. Везде царит хаос. Нет топлива, оружия и боеприпасов. Люди с материка умоляют об эвакуации, но эвакуировать их некуда. Единственная надежда военных – молодой ученый-вирусолог. Парень заметил, что о зомби впервые упоминали в докладе из Южной Кореи. Возможно, источник вируса именно там. А если получится найти источник, то можно будет изготовить вакцину. Появляется высокопоставленный военный. Он сообщает, что отправить вирусолога в экспедицию одного – это настоящее безумие. Его будут сопровождать военные. И Джерри Лейн. Дело в том, что он – опытный боец, который пережил военные операции в Либерии, Чечне и Шри-Ланке. Мужчина соглашается, ведь иначе его с семьей отправят на берег в лагерь беженцев. Стартует экспедиция. Джерри спрашивают у вирусолога, верит ли он в то, что шанс на спасение еще есть. Парень заявляет. Да, у любой болезни есть слабое место. А люди сильнее, чем кажутся. Иногда то, что выглядит как наша слабость, может стать нашим сильнейшим оружием. Группа прибывает в пункт назначение. На военных тут же нападает толпа зомби. В суматохе юный вирусолог падает и случайно выпускает в себя пулю. Похоже, экспедицию можно сворачивать. Но Джерри все же решает продолжить расследование. Он допрашивает местных военных. Оказывается, первым заболел солдат, который ушел в отгул в местную деревню. От кого он заразился, узнать уже невозможно. Но от него вирус быстро распространился по всей базе. Допрашивая солдат, Лейн выясняет несколько фактов. Во-первых, зомби сильнее всего реагируют на звук. Рядом с ними лучше не шуметь. Во-вторых, когда зараженный искусал кучу народу, один солдат уцелел. Джерри беседует с ним. Счастливчик хромает и плохо выглядит. Он признается, что плохо чувствовал себя еще до начала зомби-апокалипсиса. Почему зомби бросались на всех, кроме него, парень не знает. На этой же базе содержит бывшего служащего ЦРУ, который стал военным преступником. Мужчина выглядит совершенно безумным, но Джерри хочет его выслушать. Тот рассказывает, что в Северной Корее уже подавили вспышку болезни, удалив зубы всем гражданам. Ведь если нет зубов, то кусать нечем, и зомби не могут заражать других людей. Джерри в это не верит. Но служащий ЦРУ не сдается и рассказывает ему еще кое-что. Он утверждает, что единственная страна, которая успела закрыть границы до заражения, это Израиль. Моссад словно заранее обо всем знал. Джерри решает, лететь в Иерусалим. Вот только сперва нужно заправить самолет. Солдаты стараются добраться до него как можно тише, не привлекая внимания монстров. Но тут на телефон Джерри начинает звонить его жена. На телефонный звонок сбегаются зомби, завязывается драка. Одного из солдат кусают за ногу. Тот решает, что лучше пуля в голову, чем превращение в монстра. Самолет успевают заправить. Он взлетает, и Джерри отправляется в Израиль. Похоже, безумец из ЦРУ был прав. Иерусалим окружен высокой стеной и защищен от монстров. Джерри добивается встречи с представителем Моссада. Тот признается. За неделю до начала пандемии он перехватил странное сообщение из Индии. В нем сообщалось, что индийская армия ведет бой с некими монстрами, ракшасами. Мужчина объясняет. Исторически евреям много раз приходилось бороться за свою жизнь. Теперь они живут по принципу лучше перестраховаться, чем пропустить реальную угрозу. Именно поэтому Израиль и закрыл границы раньше всех. Джерри прогуливается по Иерусалиму. Тут спокойно и безопасно. Люди веселятся на площади, поют и танцуют. Вот только шум привлекает к городу целое полчища зомби. Монстры начинают лезть друг на друга. Башня из тел становится все выше и выше. И, наконец, зомби переваливаются через одну из стен. В городе начинается хаос и перестрелка. Джерри вместе с группой солдат пытается добраться до аэропорта. Он видит, что зомби бегут мимо дряхлого старика и юноши с лысой головой. Юноша просто садится посреди дороги. Он словно невидим для монстров. Зомби настигают команду Джерри и кусают девушку офицера за руку. Джерри мгновенно реагирует и лишает ее пораженной конечности. Девушка кричит от ужаса. Проходит 12 секунд, но она так и не становится монстром. Вирус не успел распространиться по ее телу. Джерри забирает ее и добирается до взлетной полосы. Там они садятся на самолет, улетающий из Иерусалима. Пока город внизу превращается в ад, на борту самолета все спокойно. Джерри обрабатывает девушке руку и вспоминает все, что видел за последние дни. Он вспоминает, как зомби игнорировали бездомного пьяницу в Америке. Как они не тронули больного солдата в Южной Корее. Как они не обратили внимания на дряхлого старика и на лысого парня в Израиле. Еще Джерри вспоминает слова молодого вирусолога. Тот говорил, что иногда слабость человека – это его главная сила. Джерри звонит своему другу из ООН. Он просит найти лабораторию, которая еще работает и может изготовить вакцину. Самолет экстренно перенаправляют в научный центр в Кардифе. Вдруг стюардесса замечает, что чья-то собачка лает на дверь багажного отделения. Стюардесса открывает дверь и оттуда вырывается зомби. В самолете мало места и много людей. Вирус распространяется почти мгновенно. Пристегнув себя и девушку-офицера к сидениям, Джерри выдергивает из гранаты чеку и швыряет ее в толпу зомби. Борт самолета взрывается. Происходит разгерметизация и всех монстров выдувает из салона. Самолет терпит крушение под Кардифом. Джерри тяжело ранен. Девушка-офицер помогает ему добраться до города. В медицинском центре ему делают операцию. Мужчина приходит в себя спустя три дня. Он объясняет медикам, что ему нужен какой-то опасный, но излечимый вирус. Похоже, зомби не бросаются на людей, которые тяжело больны. Слабая жертва им попросту неинтересна. Врачи согласны проверить теорию Джерри. Но, увы, нужные им патогены находятся в другом крыле. Там бродит множество зомби. Джерри и врачи-добровольцы отправляются за патогеном. Трое из четверых возвращаются ни с чем. Зато наш герой попадает в нужную лабораторию. Вокруг него сотни пробирок с опасными культурами. Лабораторию уже окружили монстры. Если Джерри хочет выбраться отсюда живым, он должен вколоть себе что-то опасное, но не смертельное. Но что? Врачи наблюдают за ним через камеры, но подсказать не могут. Связь односторонняя. Джерри выбирает пробирку наугад. Он вводит себе патоген, какое-то время ждет и открывает двери лаборатории. Зомби бросается к нему и проходит мимо, словно не замечая человека. Мужчина понимает, что его план сработал. Он идет сквозь толпу монстров, словно став невидимкой. Чтобы патоген не отправил Джерри на тот свет, ему тут же вкалывают антидот. Это победа! Наш герой возвращается к семье. По всему миру создают камуфляжную вакцину. Теперь солдаты невидимы для зомби и могут спокойно с ними расправиться. Мы видим, как в разных точках мира успешно уничтожают монстров. Да, эта война только начинается, но теперь понятно, кто в ней победит. Если что, подписка на наш канал дает иммунитет от укуса зомби. С вами был Мувикот, до новых встреч, друзья!